Слушай, ну это реально уже не шутки. Посади... Покажи, смотри. Ребят, смотрите. Посади Ростение завтра. Причем написано, да, как будто бы, я не знаю как. В 10.00 тебя ждет следующая подсказка. Всем привет, ребята. Это далеко не веселое видео, но вторая часть, то есть продолжение первой. Если вы не смотрели, то конкретно мне была адресована какая-то странная коробка, и мы ее с Полиной нашли на чердаке. По совпадению нам получилось подобрать пароль, и закончилось, как вы уже увидели в начале, тем, что мне сказали на утро подойти к тому самому цветку, что мы посадили с Полиной. Мы боимся подходить на кухню и до сих пор не смотрели, что там лежит, поэтому хотим, чтобы все это запечатлилось на мою камеру. Чувствуем мы себя очень странно и практически полночи не спали. Сейчас утро, у нас головы мокрые, потому что мы ходили в душ. Я даже боялась в душ сходить. Да, родители ушли гулять, и мы все-таки им побоялись сказать о том, что происходит. Мама обратила внимание на цветок и вообще на то, что лежит рядом, но не задала никакого вопроса, потому что подумала, что мы наверняка как-то развлекаемся, но нифига не смешно это, ребят. Сейчас мы пойдем на кухню и посмотрим, что там написано. Надеюсь, что сегодня это все закончится, иначе придется привлекать родителей. Я думаю, нам не стоит медлить, поэтому мы пойдем именно к этому цветку и посмотрим, что там произошло. Да, вы оставайтесь вместе с нами и подписывайтесь на мой канал, если же до сих пор этого не сделали. Мы можем идти, мы находимся как раз рядом с кухней. Ну что, заходим? Мне страшно. Так, я знаешь, на что обратила внимание? То, что... Записки опять. Записки-то понятно. Ничего другого, в принципе, я и не ожидала тут увидеть. Мы горшок вчера ставили с тобой вот сюда. Так, может, мама переставила? Наверное, и переставила. То мы себя накручиваем. Возможно, как-то поменялось. У меня стремно вот эти записки. Так, в цветке ничего не лежит, в земле я рыться не буду, потому что там семена, и мы вчера все вместе с вами посадили. Итак, я вижу, что тут лежит, опять же, две части послания, пазл, который мы вместе с вами, как я поняла, будем собирать. Опять эти человечки непонятные. Ну и, соответственно, опять неразборчивым почерком написан какой-то бред наподобие... Погоди. Соби... Собери... Детали. Ноль. Ноль? Ноль деталей. Девять деталей. Девять? Да, девять. Девять деталей в кабинете. В кабинете. Там под... Сла... Зра... Чё? Там посла... Чё за бред? Там под... Короче... Подсказка. Да, там подсказка, точно. Подсказка. Мы с Полиной вообще полночи обсуждали всё, что происходит, и, как ни странно, слышали непонятные звуки на чердаке. Мне показалось, что Полина боится не так сильно, как и я. У меня вообще была бессонница. Полина уснула буквально за два часа, просто поговорив со мной, а я не могла уснуть практически, ну, всю ночь. Я была как будто бы в каком-то другом мире. У меня такое происходит часто, когда я не могу уснуть. То ли я сплю, то ли не сплю. Что-то между, но при этом я слышу каждый шорох, каждое движение. Если Полина поворачивается, то это я тоже слышу. Если как-то дверь в другой комнате скрипит, я тоже это слышу. Поэтому этой ночью я обратила внимание на очень странные стуки на чердаке. Полина в это время спала. Я не знаю, что это может быть, но прямо сейчас мы не будем медлить и пойдем по этой записке. Так как тут написано, что нам нужно идти в кабинет, кабинет у нас на втором этаже. Как раз-таки комната, которая самая ближайшая к чердаку. Я как-то даже не горю желанием туда идти, потому что, я уверена, опять записки разложены по всей квартире. Я не понимаю вообще, что это за бредятина. Давайте пока разгадаем с вами вот это послание, потому что мне очень интересно, что же все-таки это все означает. Вот тут вот у меня в кармашке лежит самое главное, все то, что нам нужно. Все послания, все буквы. Мы немножечко поменяли с Полиной местоположение. Сидим так же на кухне, но напротив окна. Я очень хочу понять, что же все-таки... Слушай, тебе не страшно это вообще трогать? Страшно. Я не имею вообще ни малейшего понятия, кто эту дичь писал. Просто как бы, если мы скажем родителям, они поржут над нами тупо. Вот думают, что мы их как-то пранкануть хотим. Вот и все. Потому что моя мама натерпелась всяких пранков от меня. Смотри, нам пришли вот эти вот две записки. Я не знаю, их нужно как-то сложить, потому что вчерашнее очень совпадало. Видишь? Вчера было по И, ты скоро по И. Ты скоро по И, да. Вот так, видишь, прям как будто отрезано. Это, я так понимаю, изгиб, видишь? И это уже внизу, потому что тут, как я понимаю, заканчивается пазл. Видишь? Нам сейчас нужно разгадать. Так, нет? Вроде да. Да, да, так. Смотри. Смотри, реально, что за херня творится? Смотри, ты скоро по И. Мы с тобой вчера разгадали, правильно? Угу. Вот этот чупакабрик. Где он? М. Вот. Вот он, вот он. Смотри. М. Вот этот, танцующий как будто. Это кто? Вот. Это он? Е. Да, да, да. По Име. Это у нас вот этот странный, как будто бы разделен на две части. Ш. Вот, видишь? Вот, один в один. Ага. Ну и мягкий знак. Ты скоро поймешь. Да, мягкий знак. Ты скоро поймешь. И последнее вот это вот дичь. Вот этот какой-то... Из-за чего? Согнутый. Погоди, погоди. Согнутый? Ищи его. Ищу. Согнутый, согнутый. Бог как будто бы смотрит. А, я что-то не вижу. Я тоже не вижу. Вот он, с краю. Видишь? А, да. Ч. Вот это на А и похоже. Это у нас буква Т. Видишь? ЧТО, наверное. Ну и О, да. Вот этот согнутый сам похож на букву О. Слушай, так обрывается. Погоди, стой. Получается, ты скоро поймешь, что... Капец. И где следующая подсказка? В кабинете. Слушай, может, нахер надо это? Потому что вот это начало, ты скоро поймешь, что... Уже что-то неадекватное. Понимаешь? Что ты умрешь. Что? Я наверху. Ой, я напугалась. Боже мой. Это вонючий холодильник. Боже мой. Кошмар какой я вообще. Ну нахер. Пойдем наверх. Я не могу. Бери все детали. У меня очень... Да че это за муки? Слушай, че это за херня? Я реально обосралась. Бери. Бери. Аккуратно. Капец, ребят. Это вообще как будто какая-то дичь. Мы только разгадали послание, и уже какая-то херня в доме происходит. Погоди, ялф этот... Вот эту бумажку возьму. Ты слышала? Что? Стуки. Пойдем, пойдем. Слушай, это какая-то дичь нахер неадекватная вообще. Слушай, мне очень страшно идти в кабинет. И тем более... Пойдем. Нет, нет, мы пойдем. Я тебе точно говорю, мы пойдем. Мы вчера лестницу убрали, значит, прямо сейчас мы ее и будем доставать. Потому что мне непонятно, что за звуки были. Я поставлю камеру. Погоди, было сказано правильно про девять записок. Да. Получается, они где-то здесь лежат. Девять по раздельности или вместе? Я не знаю. Вот, смотри, ящики все. Вот, я нашла камеру. Оно с той же ниткой привязано. С той было с коробки. Смотрите, ребят. Короче, вот такая фигня. Стопка карточек с точно такой же, мать его, ниткой, которую мы видели и наверху, которую мы видели и внизу. И она легко вот так достается. Слушай, реально квест какой-то. Иди сюда. Привет. Смотри, это, я так понимаю, скотчем скрепляли. Смотри, это, короче, пазлы какие-то, да? Погоди, может они вот этой картинкой? Черной, нет? Нет, нет, нет. Нет, смотри, вот тут написано, да? Здесь буквы какие-то. Какие-то конкретные буквы. Ковец. То есть, как я это, по-вашему, соберу-то? Квадрат какой-то с буквами. Офигеть, смотри, это реально какая-то дичевка. Вот, вот, вот. Вот, да, да. Не знаю, смотри. Давай попробуем вот эти вот буквы собрать. Вот, жинок. Жизнь. 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 Чего? Это, может, типа, к посланию буквы? Типа, ты скоро узнаешь, что жизнь? Нет. Нет, послания пазлом должны быть, да? Мне кажется, это к какому-то посланию. Ты скоро поймешь, что жизнь? Да не, не, не. Это бред. Я только что же это предложила. Короче, смотри. Тут отчетливо понятно, что будет квадрат, что он тут нарисован. Видишь? Мне кажется, тогда нет смысла. Я не смогу это нормально собрать, потому что написано это реально от жопы. Вот. Вот эту часть я собрала. Значит, должна быть двойная внизу. И вот это, наверное, вот тут. Да. Смотри, смотри, смотри. Да. Вот это так, вот это вот так. Да, и последнее. И последнее вот так, смотри. Слушай, ну это реально какая-то, какой-то стол, нет? Подожди, убери руки, я покажу зрителям. Капец. Вот такая фигня, ребят, смотрите. Я поняла. Чего? Это конкретная игра жизнь. Я тебе точно говорю. Иди сюда. Какая игра? Наша игра и умная жизнь. Изображен был квадрат. Изображен был квадрат. Понимаешь? Смотри. Твою мать. Боже, это что? Это фотка какая-то. Это какой-то мужик. Бля, это реально какая-то фотография. Понимаешь? Причем все они в одном стиле. В каком-то черно-белом. Черно-белый стиль с какими-то, я не знаю, кляксами на заднем плане. Открой свои фото. Чего? Какие фото? Фотопленку типа. Подожди. Твою мать, кто-то трогал мой телефон. Где твой телефон? Погоди. Это не смешно, реально, уже совсем. Ребят, Карина ушла вниз за телефоном, я осталась одна. Смотри. Господи, я испугалась. Смотри на эту фигню. Реально, фотография. Это у тебя новая какая-то была? Да, новая фотография. Смотри, тут отчетливо видно наш пруд, вот это озеро. И мусорку вот эту бесячую. Она обведена в круг, смотри. Так же коряво, как и этот почерк. Реально. Смотри, что за дичь. Нам реально стоит туда пойти в мусорке, что ли, копаться? Мне это все уже надоело. Пошли в кабинет. Чего ты хочешь сказать, что нам нужно реально пойти туда? Я ничего не хочу. Не было никакого ни времени. Обычно, когда я что-то сохраняю на свой телефон, написано «Время». Где была сделана эта фотография? Откуда ее взяли, понимаешь? Я это все уже достала. Валерия, меня тоже достала, поверь мне. Что это? От кого это? И зачем это делаешь? Я откуда знаю. Нахер мы пошли вообще с тобой на этот вонючий чердак? И откуда вот эта фиговина там взялась? Что может быть там? Ты скоро поймешь что. Что это может значить? Понимаешь, продолжение у этого может быть любое. Какое угодно вообще. Смотри, реально помойка. Конкретно обвини мусорку. Кто это сделал? Почему мы пойдем? Нет, я не хочу. Если мы пойдем, то все что угодно может быть за нами следят. Нас вообще могут нахер в это озеро скинуть и все. Но как бы тут все под присмотром, я уверена, мы живем в охраняемом поселке. Мне кажется, тупо кто-то спалил наш адрес. И подстроил вот эту вот всю фигню. Мы пойдем туда? Надо посмотреть, надо разобраться, что это за херня, блин. Пошли, мне нужно кого-то предупредить. Родителям я не буду говорить. Пошли, короче. Пойдем. Я возьму с собой весь алфавит, все буквы. Я беру кайф. Мало ли что, да-да-да. Мало ли что, знаешь, там пропадет или что-то заберут у нас. Хер пойми мысли, мы так ничего не поймем. Надо мне вообще в этом кармане всегда носить. Ребят, мне очень страшно. Пойдем, пойдем. Карин, ты точно уверена, что мы должны пойти к той мусорке? Я думаю, что да. Блин, как иначе? У меня какой-то плохой. Мне интересно, что это за херня была. Вот мне реально интересно. Тебе интересно, да? А ничего, что на чеху наша жизнь? Какая наша жизнь? Блин, ты шутишь, что ли? Никто нас не заденет. Мне просто интересно, к чему вот это все было сделано. Ради чего самое главное? И с какой целью? Мы подходим. Мне очень страшно. Значит, ты можешь постоять тут? А можно? Можно. Я тогда тебя здесь жду. Мне страшно. Офигеть. То есть ты у меня кидок? Нет. Все, стой, короче. Стой, 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 стой. Нет, тихо, нет. Стой. Короче, ребят, Полина осталась сзади, потому что ей стало очень страшно. Я уже подхожу. Я не могу, мне страшно без тебя. Понятно. Мы подходим. У мусорки все равно ничего нет, поэтому, я думаю, нам нет смысла бояться. В смысле, ничего живого. Ничего нет, значит, кто-то есть. Вот та самая мусорка. Вот озеро. Вот Полина. Обойди мусорку. Вот. У мусорки лежала вот эта записка. Она опять темно-серого цвета. Мы можем ее открыть. Опять скотч. Я нечаянно порвала. Преплею обратно. Иначе мы не сможем нормально собрать пазл. Итак, самое главное. Что там? Ничего это. Смотри. Что это за фигня? Это похоже на какой-то детский рисунок. Реально. Реально, как будто бы нарисовал ребенок. Понимаешь? Что это? Какой-то черт. Это типа лестница. Это чердак. Это чердак, реально. И что это значит? И послание. Опять. Ты взяла алфавит. Человечки. Сейчас покажу все то, что я взяла. Лишь бы ничего не улетело сейчас. Внимание. У нас с тобой есть алфавит. Правильно? То, что мы собрали. Карина, ты скоро поймешь. Поймешь. Это получается вот так было, да? Нет. Вот это, я так понимаю, продолжение вот этой вот фигни. Правильно? Типа, ты скоро поймешь, что это человек бегущий. Два их, видишь? Два человечка, абсолютно одинаковых. Это буква Я. Дальше. Вот это Ай. Это Т. Т. Я, Т. Тихо. Ветер уже, блин. Дождь. Вот этот танцующий чупакабрик. Это у нас что? Ищи, смотри. Е. Е, видишь? Угу. Человек, который вверх дном. Человек, который головой вниз смотрит. Это головой вниз. Это буква Б. Видишь? Да. Б и последняя буква. Бегущий человек. Это Я. Тот же самый, что в начале. Я поняла. Что там было? Ты скоро поймешь, что я тебя. О, Боже. Что это? Что я тебя убью, типа? Тихо. У нас осталась записка последняя. Вот это я сложу в карман. Все, наше послание. Вот это вот записка с чердаком. Что это значит? Мне, типа, нужно идти на чердак? Я вот не хочу идти на чердак. Потому что там, именно там, мы слышали страшные звуки. Ребят, посмотрите еще раз на эту записку. Не понимаю, правда, как ее нужно держать. Ну, если лестница... Вот так, вот так. Смотри, потому что люк открывается тут. Да. Поняла? Вот это лестница, я так понимаю. Значит, нам нужно подняться туда. Нам нужно идти на чердак, Полина. Ну, хотя бы не оставаться здесь. Пойдем. Подожди. Бумажка обычная? В общем, ребят, я так понимаю, нам нужно с Полиной идти на чердак. Сейчас родители находятся дома. Открыть мы его не сможем. Только если вечером, потому что они собираются уехать в продуктовый магазин. Я думаю, что я сниму еще одну часть. Потому что мне очень интересно. Я, скорее всего, не пойду. Ты не хочешь подниматься? Я пойду, скорее всего, только из-за тебя. Потому что мне тебя страшно одной туда пускать. Блин, я нормально. Мне просто интересно, понимаешь, понять, что это за херня. Что, в конце концов, происходит? Потому что вот эти записки, что они могут значить? Ты скоро поймешь, что я тебя. Я тебя что? Люблю. Люблю? Да. Прекрасно. Капец просто. В общем, ребятки, я сниму еще одно видео на эту тему. Потому что этот ролик, я думаю, уже получился очень долгий. Просто, пожалуйста, поддержите нас лайком. И посмотрите следующее видео, которое я сниму. Если вообще, в принципе, осмелюсь пойти на чердак. Так, следите за моим инстаграмом, потому что туда я выкладываю все то, что происходит. Это самый настоящий трэш. Я не знаю, что с этим делать. В общем, в следующем видео, я думаю, все будет понятно, потому что сейчас я не готова подниматься на чердак. Мы с Полиной отчетливо в нашей комнате слышали непонятные звуки. Даже с первого этажа было слышно. Даже с первого этажа, даже на чердаке, когда мы засыпали, были звуки. Я сейчас, честно, не готова никуда идти. Поэтому просто смотрите следующее видео. И мы, ребят, с вами прощаемся. Потому что, ну, я не знаю, что будет дальше. Просто будьте на чеку. Совсем скоро я все выложу и вам расскажу. Потому что я реально не понимаю. Мне очень страшно. Я еще раз повторюсь, Карина, но если ты пойдешь, то и я. Капец просто. В общем, ребятки, мы вас любим. Огромное вам спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Смотрите следующую часть, потому что мне реально очень страшно. Я не понимаю, что делать дальше. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok